77 лет спустя в Казанском Федеральном Университете прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Любите Родину! Учитесь отлично! Будьте патриотами нашей Родины! Итоги развития научного центра мирового уровня. Открытый кубок Лиги КВН Казанского Федерального Университета. Всем привет! В эфир Универ-Ньюс, а в студии Карина Саяхова. Официальный визит делегации Казанского Федерального Университета в Республику Казахстан завершился. В рамках визита Дмитрий Таюрский посетил несколько образовательных учреждений Республики Казахстан. Так, например, с Южно-Казахстанским университетом был подписан меморандум о сотрудничестве. Не забыли в рамках визита и об обсуждении стратегии развития филиалов университета. На встрече с вице-премьером Казахстана Романом Скляром данный вопрос был одним из главных. Как отметил Роман Скляр, Республика Казахстан выражает заинтересованность в открытии такого филиала. В Казанском Федеральном Университете прошло мероприятие, приуроченное к празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Подробности смотрите в нашем сюжете. Великая Отечественная война – одна из страшнейших страниц мировой истории. События этих лет неразрывно связаны с судьбами студентов и сотрудников Казанского университета. В первые месяцы войны на фронт ушло более 750 человек. В преддверии празднования 77-летия победы в Великой Отечественной войне в стенах КФУ было проведено торжественное мероприятие. Седьмой год подряд наше университетское сообщество собирается вместе, чтобы почтить память героев войны и сказать спасибо всем тем, кто ценой своей жизни завоевал нам право жить свободно и счастливо. Для Казанского университета годы войны это было непростое время. Время, которое требовало стойкости и мужества, героизма ученых и студентов, напряженного и тяжелого труда в тылу. Мы горды тем, что в славной военной летописи нашей страны есть доля подвигов студентов и сотрудников Казанского университета. Празднование годовщины победы в Казанском федеральном университете уже стало настоящей традицией. В этом году формат празднества был немного изменен. Мероприятие прошло внутри дворика главного здания университета. Участие в нем приняли не только российские, но и иностранные студенты. В Казанском федеральном университете вместе со студентами, с участием общественных организаций и объединений формируется целый план мероприятий на год, который включает разный формат. Это и лекции, это интересные выставки, это дискуссионные площадки, это квизы, квесты, игры, викторины, конкурс сочинений. Несколько лет назад по инициативе студентов было проведено такое прекрасное мероприятие, как студенческий марш победы, которое было поддержано руководством нашей республики, руководством города Казани. Участие в памятном мероприятии приняли сотрудники, студенты Казанского федерального университета, представители общественных организаций и, конечно, ветераны. Работа с ними особенно важна. Я им очень благодарна. Вот сегодня был ветеран, которому 95 лет. Он нашел в себе силы прийти к нам. И для студентов это очень важно. И для нас, как для организаторов, это просто большая честь о том, что он согласился к нам прийти. Эта дата несет радость, гордость, боль и скорбь одновременно. Любите Родину, учитесь отлично, будьте патриотами нашей Родины. В годы Великой Отечественной войны работа Казанского университета не прекращалась. Большая часть реализуемых проектов была направлена на нужды фронта. Сохранение памяти о подвигах тех, кто был на поле боя в тылу – ответственная задача, которую мы, как потомки победителей, обязаны выполнить. 9 мая – это особая дата, это особый праздник. Он действительно праздник со слезами на глазах. Дело в том, что мы нынешнее поколение, которому подарили свободу, мир. Все ценности, которые есть на планете Земля с самого доброго начала – это все сделали те люди, которых с нами сегодня нет. Это наши ветераны Великой Отечественной войны, это труженики тыла. И те, которые еще остались в наших рядах. День Победы – символ общего единения, несгибаемой стойкости и несокрушимого духа советских солдат. Они сражались за родину не только на поле боя, но и в тылу. Одной из ключевых точек которого стал Казанский университет. Маргарита Михайлова, Карина Саяхова, Фарид Захит Аглы, Тимур Табаров, Никита Акиньшин, Елена Зыкова, Андрей Багауддинов, Хафиз Гараев и Амир Юлдашев. Универньюс. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялся круглый стол, на котором подвели итоги развития научного центра мирового уровня. Все подробности далее. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанский федеральный университет состоялся круглый стол на тему промежуточной итоги реализации программы создания и развития научного центра мирового уровня. Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты в 2022 году. В мероприятии приняли участие представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также онлайн ученые Российского государственного университета нефтегаза имени Ивана Губкина, Уфимский государственный нефтяной технический университет «Сколтех». Мы обсуждаем, что мы сделали за буквально этот квартал этого года, и как раз обсуждаем проблему импортозамещения, то есть что мы можем сделать до конца этого года в части импортозамещения нашей нефтедобывающей отрасли. За это время мы создали на самом деле несколько технологий, которые сегодня уже внедряются в производство. То есть вот можно сказать о технологии поиска месторождений нефти и газа на новых территориях. То есть такие технологии существуют и на Западе не существуют, но вот сегодня у нас есть собственные технологии, которые позволяют, практически не опускаясь на какую-то территорию, выделить на эти территории участки, на которых не нужно искать ни нефть, ни газ. Напомним, научный центр мирового уровня был создан в конце 2020 года на базе Казанского федерального университета по направлению «Экологически чистые ресурсы, сберегающие энергетика, эффективное региональное использование недр и биоресурсов». Главной задачей центра – проведение научных исследований, создание технологий, методов улучшения нефтеодачи, обеспечения России дешевой и экологичной нефтью. Вчера нас пригласили по лабораториям, показали, какие лаборатории работают непосредственно на программу реализации научного центра. И, знаете, размах деятельности центра просто колоссальный. То есть изначально, я так понимаю, что программа была построена именно на импортозамещение. То есть сейчас у вас нет практически непотребности ни в оборудовании, ни в реагентах. То есть вы полностью самостоятельный центр, который может работать во благо экономики Российской Федерации. В конце встречи были обсуждены общие вопросы, связанные с реализацией главных задач, поставленных перед научным центром мирового уровня. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. Шутки шутками о КВН по расписанию. В стенах Казанского университета проходит открытый кубок Лиги Клуба веселых и находчивых. В стенах Казанского университета проходит открытый кубок Лиги КВН и Студенческой Лиги КВН Республики Татарстан. В игре принимают участие 8 команд из разных вузов Татарстана, которые делают первые шаги в клубе веселых и находчивых. Наша команда собралась в 2021 году благодаря КФУ. Мы являемся первокурсниками. Мы собрались с ребятами. У нас уже долгий опыт есть. Мы играли в разных командах КВН с детства уже. И в моменте мы решили, что хотим играть вот таким составом в дальнейшем в КФУ. Школа КВН Казанского университета образовалась в 2005 году как подразделение Студенческого клуба Казанского государственного университета. В 2005 году КГУ первым из вузов Казани создал Лигу КВН внутри университета. Из-за большого количества желающих в 2009 году Лига была поделена на две части. Малую Лигу, в ней принимают участие молодые команды, делающие первые шаги на поприще КВН, и Лигу КВН КФУ. В ней за звание чемпиона борются более опытные старшие команды. Лига КВН КФУ была всегда одним из самых больших столпов творчества в университете. Всегда была одним таким обособленным местом. Все про него знали, все любили, все ходили. Поэтому мы стараемся эти традиции продолжать. Сейчас, опять же, немножко сложнее с этим, но мы пытаемся сохранить эти традиции, чтобы КВН все же существовал и процветал в рамках нашего университета. Помимо проведения сезона игр Лиги КВН, Школа клуба веселых и находчивых проводит ежегодную работу со студентами первого курса. Она включает в себя проведение занятий для первокурсников, где ребята обучаются основным навыкам работы на сцене и написанию веселого материала. Ежегодно собирается около 300 студентов-первокурсников, но это не предел. Школа КВН планирует расширение Лиги. Увеличение фестивального движения в начале сезона позволит всем желающим командам принять участие в конкурсе. Алина Красильникова, Универньюз. Декан юридического факультета Казанского федерального университета доктор юридических наук Лилии Бакульной присвоено звание профессора Российской академии наук. Для участия в конкурсе необходимо было представить на суд экспертной комиссии основные положения авторских научных исследований. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!